Здравствуйте, уважаемые профессионалы шашечной игры. Сегодняшнее видео будет посвящено именно вам, так как новичкам рассматриваемая сегодня ходилка будет малоинтересна. Она редко встречается в их игре. СД4, ДЕ5, ЖХ4, бой на Б4, ЕФ6. В этой позиции наиболее сильнейший план связан с ходом АЖ3. У черных есть три плана. Наиболее логичный – меняться в центр. Есть ход, связанный с занятием центра, то есть ФЕ5. И есть план, который применил против меня в турнире на гамблере Денис Шогин, казанский мастер, очень сильный, ФЕ7 и БА5. То есть черные отдают центр белым и пытаются его окружить. Рассмотрим все три плана. Ну, начнем с наиболее логичного – размен в центр. Черные грозят разменяться на поле ЕФ4 и получить преимущество. Ну, компьютер предлагает ход ЖХ4, черные поставят кол. И мне кажется, позиции будут черных более предпочтительнее, поэтому я предпочитаю играть ЕФ4 в этой позиции за белых. Далее возможно АЖ7, БА5, БЦ5. В этой позиции есть два плана игры за белых. План наиболее сильнейший ЕД2, а есть ловушечный план, связанный с ходом СД2. Ну, естественно, БЦ3 плохо играет, так как черные проведут вот такой размен и получат большое преимущество. Рассмотрим ход ЕД2. Далее возможно ЖФ6, БЦ3. В этой позиции черные могут сыграть СД4 и СБ6. Если черные играют СД4, то белые поджимаются ходом АБ2. И здесь есть два хода за черных. Можно нападать... Ой, прошу прощения. Да, можно нападать ФЖ5, а можно сыграть АБ6. Если черные нападают ФЖ5, то проще всего разменяться. Ну и далее, после хода ФЕ7, это вынужденный ход, так как белые грозили напасть на шашку Д4 и выиграть эту партию, белым надо размениваться. Причем меняться надо именно вот таким образом. Ну и далее черные могут сыграть либо ЕФ6, либо СД6 с абсолютно равной игрой. Естественно, что бить белым на поле Ф8 плохо. Черные ставят дамку на поле А1 и выясняется, что вперед бить нельзя, так как дамка белых ловится. А если белые бьют назад, то черные бьют на поле А2 и остаются с лишней шашкой. За белых такой эншпиль получать не хочется. В этой позиции, кроме нападения в Ж5, есть еще ход АБ6. Теперь белые нападают, надо закрываться. Ну и белым лучше всего проводить вот такой размен. То есть отдаем 3, забираем 3. Ну и после того, как черные еще раз размениваются 2 на 2, позиция полностью уравнивается. В этой позиции белым АБ4 играть хуже. Кажется, что белые выигрывают шашку, но на самом деле это не так. Черные играют ДЕ7. И отыгрывают шашку лишнюю. И дальше у белых единственный ход ФЕ3. И в этой позиции еще ничья есть после хода АБ6. Так как видите, черные вынуждены будут развалить свою колонку из шашек Е7 и Ф8. Ходом ЕФ6 или ФЖ7. Ну и партия постепенно придет к ничьей. Если же белые в этой позиции нападают, то черные здесь получают очень хорошие шансы на выигрыш. Например, ЕФ4, АБ6, ФЖ3, ДЦ5. Черные жертвуют шашку. Ну, ставить нельзя пока, так как дамка, прошу прощения, дамка черных ловится. Но черные размениваются на поле Д6. И непонятно, как белым играть. То есть у черных большие шансы в этой позиции на победу. В этой позиции мы рассмотрели ход СД4. Также за черных есть вот такой размен. Ну, здесь у белых особых проблем нет. Позиция довольно-таки быстро уравнивается. Например, ФЕ3, Б5, АБ2, АБ6. Ну, и здесь белым надо размениваться назад. И как бы черные не играли, все сводится к следующему варианту. Б7, ФЖ3, ФЕ7, ЖХ4. Черные играют ФЕ5. Надо размениваться назад. Ну, и черные как-то пытаются выиграть. Играют ДЕ5. Белым надо играть ФЖ3. Ну, и черные играют АЖ5. То есть грозят занять пункт Ф4 и выиграть эту позицию. Ну, естественно, ДЕ3 нету. Поэтому белым надо... Единственный ход есть, ЖФ4. Проводить удар. Побили, отдали. Бьем именно на А6. На А2 это проигрыш. Ну, и черные здесь могут либо провести вот такой удар с ничьей, либо играть ЕФ6. Ну, и здесь партия также заканчивается в ничью. БЦ3, БЦ5. СД2, АБ6. ДЕ3. Напали. Надо жертвовать шашку. И черным проще всего форсировать ничью кодом АБ4. После ЕД4 ничья. Друзья, мы с вами рассмотрели ход ЕД2. Это основной вариант. Но у белых был еще ловушечный вариант, связанный с ходом СД2. Именно так играл против меня на турнире мастеров известный белорусский игросмейстер Евгений Кондраченко. Я затем в первой партии Евгений защитился. А во второй партии я также применил этот ход и выяснилось, что он плох. Почему? Ну, во-первых, ЖФ6, ФЕ3. В этой позиции у черных есть три варианта. Наиболее сильный вариант, связанный с ходом ФЕ7. Именно так сыграл Евгений. Практически проигрывающий ход ДЕ7. Так играл против меня Денис Назаров в Суперблиц на гамблере. Ну, то есть контроль времени 1 плюс 1. И ход СБ6. Ну, там вариант ничейный. Партия довольно-таки быстро заканчивается ничьей. Рассмотрим все три варианта. Ну, если черные меняются СБ6, то белым проще всего сыграть ДЦ3. Ну, и после хода БА5 белые размениваются. Там никаких особых премудростей нет. А после ФЕ7 белые играют ЖХ2. Надо играть БА5. Белые размениваются. И играют АБ2. Черные нападают. Белые размениваются. Ну, и здесь после ФЕ5 белые могут сыграть БЦ3. Там, возможно, интересные варианты, связанные с окружением. Ну, после АБ4 удара партия быстро заканчивается ничьей. ЕД4. Ну, и черные постепенно убегают на ничью. Если белые играют БЦ3 вместо удара, то, возможно, следующий вариант. ЕФ6. ЦБ4. ЦД4. БА5. БЦ7 здесь уже проигрывает. Играем просто АБ4. Легкий выигрыш. А вот после ДЦ3 черные еще могут достигнуть ничьей. Надо играть АБ4. И черным надо жертвовать шашку. Ну, ДЕ3 играть хуже. Черным надо жертвовать еще одну шашку и заходить в любки. Ну, и в этой позиции партия заканчивается ничьей. Например, ФЖ7. Надо бить назад. ДЦ3 побили. И ЦД4. Черные нападают. Точный ход ДЕ5. Побили. 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 Белые жертвуют шашку. И играют АБ6. И в этой позиции белые могут достичь ничьей. Например, ФЕ7. Ну, надо и тянуть эту шашку. Иначе белые займут большую дорогу. ФЕ6. Поставили дамку. Надо закрываться. Играем АБ8. Ну, и после АЖ3 делаем выжидательный ход. Надо играть ЖХ2. Затем играем дамкой на Ж1. Ну, и черные освобождают большую дорогу. Мы занимаем ее и достигаем ничьей. Это был вариант для любителей остроты и кривизны. Ход ДЕ7 в этой позиции практически проигрывает. То есть, Денис Назаров против меня сыграл так. И дальше форсировано ЖХ2. Ну, рано или поздно выходить на Д4 придется. Мы играем ЕФ2. Грозим выиграть шашку. Надо играть ФЕ5. Мы размениваемся на Ж5. Грозим сыграть ЖХ4 и полностью окружить позицию черных. Приходится играть ФЖ7. Нападаем. Надо отходить. ДЦ3. Ну, и после единственного хода АБ6 проводим такой стандартный удар. После размена выясняется, что черные до дамок не успевают. АЖ7, ФЕ3. АЖ3 фиксируем точный ход. Ну, и СД4 нет, так как белые разменяются назад. А если играть ЕД2, то мы жертвуем шашку. Ставим дамку. Ну, и вот эти отрезанные шашки на доске не более чем балласт. Белые легко выигрывают. Ну, и наиболее сильный план в этой позиции. ФЕ7. То есть, черные готовят упор для того, чтобы атаковать правый фланг белых. ЖХ2. ФЖ5. Ну, размениваться назад плохо. Приходится меняться. Ну, надо бить именно на Ф6. Иначе, черные проводят комбинацию. Но здесь, после размена, черные получают огромное преимущество. Кажется, что позиция равная. На самом деле, это не так. Черные точно играют дамкой на Е3. Ну, видите, отдавать 3 шашки. Даже сюда лучше побить. За одну дамку сомнительное удовольствие. То есть, черные проводят дамку на поле Ж1. И затем у них остается 2 лишних шашки. Эншпиль за белых очень плохой. За белых здесь есть ловушечный ход. Надо сыграть на поле Б4. И если черные ошибутся, сыграют АЖ5. То мы точно играем АБ6. В эту сторону бить нельзя. Черные останутся без шашки. А после такого размена выясняется, что позиция ничейная. Поэтому в этой позиции за черных надо точно пойти дамкой на Ж1. И если белые теперь пытаются помешать проведению шашки А6 в дамке, тогда мы играем ДЕ7, белые БЦ3, ЕД6. И если белые сыграют дамкой на поле С1, пытаясь поймать дамку черных, то у черных в этой позиции уже есть выигрыш. Отдаем дамку на Д4. Ну и после разменов черные выигрывают. Например, ЕВ2, АБ6, точный ход, единственный на выигрыш. АБ4. Черные меняются. Надо играть АБ2. Черные играют ДЦ3. Ну и после АБ6 нападаем. Надо делать присоску и бьем именно в эту сторону. Бой на Ж1 ведет лишь к ничьей. Белые бьют. Ставим дамку. Надо отходить. И легко выигрываем. Обороняться по верхнему тройнику белым не удается, так как черные проведут шашку А6 в дамке и затем построятся вот таким образом. И будут грозить на любой ход. Либо дамка, если будет здесь, отдать сперва так, затем так. И легко выиграть эту позицию. Если же белые перестроятся, то есть партия против Евгения перестроился таким образом и оборонялся по большой дороге, то черные играют шашкой на поле Е7. И если белые даже построятся вот таким образом, у них нет даже такого размена, который я применил в партии против Евгения. То есть черные тут грозят поймать дамку белых, а такого размена здесь нет, так как приходится бить на Д8. Ну и черные просто играют на С7 и легко выигрывают. То есть данный эндшпиль я расцениваю на практике как проигранный за белых, так играть за белых очень плохо. Интересный план в этой позиции применил против меня Денис Шогин, очень сильный казанский мастер. Он сыграл ФЕ7. Я играю ЦД2, готовлю упор для размена на С5. И Денис играет БА5, заставляя белых ставить кол. Но кол в данной позиции подвержен окружению, поэтому белым надо играть очень аккуратно. Черные напали, и в этой позиции я сделал вот такой двойной размен. Черные играют БЦ7. Я играю ФЕ3. Черные снова напали. Похоже, Денис анализировал эту позицию и знал все варианты. В этой позиции мне надо было играть ЕД4 точно. Ну и после того, как Денис пошел бы ЕФ6, точно отвечать ЖФ4. То есть в этой позиции размен ДЕ5 практически проигрывает. А после ЖФ4 ничья есть. Например, разменялись, надо нападать. Лучше всего отдать шашку лишнюю и сыграть АЖ5. Ну и тут фальсированная ничья. БЦ3, ДЕ7, АБ2, АЖ7. Проще всего разменяться вот таким образом. И на АБ6 еще сыграть БЦ3. То есть если БЦ5, мы уже смело идем в любки. Партия заканчивается ничьей. То есть напали, обрезали шашки белых от похода в дамки по тройнику. Ничья. То есть в этой позиции надо играть именно ЖФ4. Так размениваться естественно плохо. Черные играют АБ4. Ну и на любой следующий ход просто занимают пункт А3 и грозят пройти в дамки через поле С3. Так играть очень плохо за белых. Я же этих вариантов не знал. И вместо правильного ЕД4 в этой позиции сыграл ЕФ2. А тут этот ход, оказывается, проигрывает. И проигрывает довольно-таки быстро. Надо меняться. На поле Е5 так и было в партии. БЦ3 АЖ7 АБ2 ЕФ6 ЖФ4. Ну и в этой позиции Денис ошибся, к моему счастью. То есть к победе черных вел ход до Е7. Видите, черные выстраивают колонку и у белых нет ходов ФЖ3 и ФЕ3. Остается играть только ЖФ2. Тогда черные играют ЕФ4. Ну и все сводится к следующей позиции. Например, БА3 ФЕ5 АБ4 ЕФ6 ФЖ3 ФЕ3 Ну и после СД4 последнего хода бьем А на С3. Ну и как бы белые не били, они остаются без шашки. А черные еще и проходят в дамки. И Ниж же в этой позиции вместо выигрывающего ДЕ7 перепутал, видимо, варианты сыграл ЕФ4. Тогда уже у белых проблем нет. СД6 В этой позиции надо было играть ФЕ5 и ничья, возможно, как после АЖ5, так и после ФЖ3. А Денис попытался выиграть ходом ФЖ3, но здесь уже у черных плохо. Я отхожу, черные идут дальше и белые выигрывают. То есть бьем. Ну, естественно, белым нельзя бить сюда, так как они останутся без шашки. Бьем на Е5. Черные бьют. Я поставил дамку. Денис отошел. Точно играю дамкой на поле А3, не давая никаких шансов на ничью. И партия здесь быстро закончилась. ДС7, ЖФ2, ЦБ6, ФЖ3. Ну и после ДЕ3 я сыграл БЦ3 и на ФЕ5 просто разменялся и Денис сдался. Ну и заключительный вариант на сегодня. На одном из стримов я комментировал партии Ярославского мастера Ивана Смуркова. Иван сыграл в этой позиции ФЕ5. Я подумал, что этот ход плохой, но на самом деле в принципе так можно играть. Партию мы играли против чемпиона России Романа Щукина, гроссмейстера. Роман точно связывает центр черных. Ну и далее форсировано получается следующий вариант. БЦ5, БА5, ЖФ6, ЦД2. В этой позиции я предложил сыграть АБ6, грозя ФЖ5, то есть с разменом. Роман играет ДЕ3, ну и после БА7, ЕД2, здесь мы ошиблись в этой позиции. То есть в этой позиции лучше всего играть ДЕ7. И возможен очень красивый форсированный вариант. ГХ2, ГХ2, ГХ7, надо меняться. Черные играют СД4, ну и ход здесь вынужденный, ГХ6, и затем черные играют ДЦ5. После ДЦ3, ой, прошу прощения, ДЦ3 нельзя. После БЦ3 и так как они стоят в центре, но белые могут форсировать игру в этом варианте, сыграв ДЕ3. Лучше всего черным размениваться. Ну и после ЖФ4 черные временно жертвуют шашку и отыгрывают ее. Но белые тоже имеют контур игру, то есть они связали левый фланг черных. Далее возможно БЦ3, БА3, ФЕ3 единственный ход. Так, прошу прощения, ходы перепутал. Так, ход белых. ФЕ3, БА3, АЖ3, АБ2, белым надо размениваться, не давая черным пройти в дамки. Ну и здесь черным лучше всего провести вот такой ударчик. Отдаем ЕФ4, затем АБ6, ЕД6. Бьем на Б2. Позиция белых выглядит подозрительной, но ничья все-таки есть. ЕД4. Ставим дамку, надо отходить. Нападаем, отдаем. БА7, ЖФ6, белые жертвуют шашку и ставят дамку, достигая ничей. Вот такой интересный вариант остался за кадром партии. Мы же с Иваном посовещались и тут в этой позиции сыграли ФЕ7. Этот ход плохой. Белые играют ЖХ2, ну и в этой позиции еще была ничья за черных. Мы в партии быстро проиграли, то есть сыграли АЖ7, ну и после хода ДЦ3, здесь надо меняться, другого нет, но белые проводят комбинацию. То есть АБ4, побили, ну и как бы черные не били, их позиция проигранная. Мы побили так, ну и после размена белые получают эндшпиль, то есть у них дамка всего лишь за две шашки черных. В дальнейшем Рома Щукин нас здесь разделал, что называется под орех. Но справедливости ради отмечу, что ничья все-таки в этой позиции была. Вместо АЖ7 надо было меняться на поле Д4. Позиция черных выглядит проигранной, но все-таки точной игрой они могут достичь ничей. Белому лучше всего размениваться назад, но черные грозили сыграть ФЖ5 и выиграть. Ну и в этой позиции надо точно играть АБ6 АБ2 БЦ5 Б3 Ну и после единственного хода СД4 все остальное проигрывает белым надо проводить вот такой удар. Кажется, что черные проиграли, но находится жертва. И после размена выясняется, что позиция черных все-таки держатся. Например, ЕД4 ЕД6 ЖФ4 АЖ7 Ну здесь можно ФЖ3 сыграть, можно пожертвовать шашку, наверное, лучше сыграть ФЖ3. Черные нападают, белые также нападают, ну и в этой позиции единственный ход приводящий к ничей ЖФ6 остальные проигрывают. Надо жертвовать и затем черные играют БЦ5. Ну и как бы белые не пошли, позиция ничейная. Например, ЖФ4 отошли, Ж6 не давая поставить дамку, черные играют СД4. После хода ФЖ5 черные наконец-то ставят дамку, допустим, на поле С1. Ну и здесь, как бы белые не играли, все-таки черные достигают ничей. например, ЖФ6 ДЦ3 ФЖ7 СД2 поставили дамку, черные ставят дамку на Е1, допустим, АЖ7 напали, надо ставить дамку. Ну и здесь черные занимают нижний тройник и не дают провести эти шашки в дамке. То есть ничья черным гарантирована. Друзья, надеюсь, что своим видеообзором я застраховал вас от возможных поражений в этом непростом начале. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, оцените мое творчество большим пальцем вверх и подпиской. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания, увидимся на шашечных баталиях.